Специалисты Атраусского оперативно-спасательного отряда повышают свою профессиональную квалификацию. Около 10 сотрудников департамента обучались практическим навыкам посадки и спуска с военного вертолета. Наша съемочная группа побывала на учениях, где проходила тренировка спасателей, которые должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, требующих от них оперативности и мужества, решительности и сноровки. В Атраусской области не бывает землетрясений и наводнений. Гор у нас тоже нет. Кругом широкие степи. Военные вертолеты используют здесь с целью поиска пропавших людей, оперативной перевозки больных, проживающих в отдаленных селах. Сотрудники оперативно-спасательного отряда проходят предварительную подготовку, чтобы быть в полной готовности при любых инцидентах. По словам заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента, по чрезвычайным ситуациям Самата Кумашева, такие учения особенно полезны молодым специалистам. Спасатели оперативно-спасательного отряда проводят учения три раза в месяц. В Атраусской области встречаются случаи пропажи людей, которые занимаются разведением скота или выходят на лодках в море на рыбалку. Чтобы избежать подобных инцидентов, мы готовимся заранее. Например, у нас в этом году в селе Ах-Кастау и в селе Талгайрам пропали люди, и мы их искали на этих вертолетах. Самое необходимое перед полетом – это осторожность, поэтому специалистам прежде всего разъясняют правила безопасности. Надев каски и альпинистскую страховочную систему, спасатели тренируются согласно инструкции, как подниматься и спускаться с воздушного судна. В ходе учений военный вертолет поднимается на высоту не менее 10 метров, и в такие моменты спасатели проявляют свою смелость и ловкость, испытывают себя. В 2020 году было проведено 10 поисковых работ, а с начала этого года – 3. Во всех этих мероприятиях были задействованы военные вертолеты. Стоит отметить, что сотрудникам департамента, которые работают здесь в течение многих лет, особенно запомнился случай, произошедший в Курмагазинском районе в 2014 году. В то время более 100 рыбаков, вышедших в море и оказавшихся в ледовом плену, были спасены благодаря сотрудникам оперативно-спасательного отряда.